Спринт в элегантных туфлях. Национальная телерадиокомпания Чувашия собрала самых отчаянных жительниц столицы на довольно необычные соревнования. Вместо спортивной амуниции – изящная обувь на высоких каблуках. За победу чубоксарским леди пришлось побороться. Конкуренция серьезная. Мой коллега Дмитрий Ковалев испытал на себе, насколько это сложно – бегать на шпильках. Уже 10 лет она тренируется на шпильках. Какая высота сегодняшней шпильки? Оль, сколько сантиметров? 10? Они измерили? 10 сантиметров. На старт выходят настоящие модницы. Никакого дресс-кода, только высокие шпильки и настрой на победу. Главный вердикт выносит линейка. Длина каблука не ниже 8 сантиметров. Пройдя отбор, участницы готовятся к забегу основательно. Писк моды на этой дистанции – туфли, обмотанные скотчем. Говорят, что так надежнее. Чтобы не упасть. И помогает, так? Да. Покажите, меня посидят. Нет вообще? Вам нужно этого готова. Все. Раньше обувь на каблуках носили только мужчины. В средневековье ее приспособили для верховой езды. Каблук идеально удерживал в стреминах наездника. Его длина превышала 4 сантиметра. Но, видимо, современникам этого уже не понять. Сейчас обувь на каблуках можно увидеть только в женском гардеробе. Ходить в таких туфлях – настоящее испытание. Не то, что бегать. Вот лично мне бы понадобились долгие тренировки. А уж пробежать даже 10 метров я бы ни за что бы не решился. Пробежаться на шпильках отказались и другие мужчины. На старт отважились выйти 25 женщин. Поблажек не делали никому. За участницами наблюдали строгие судьи. Да еще какие. Прославленная спортсменка Олимпиады Иванова переживала и болела за всех. Но чемпионка мира не решилась бы преодолеть эту дистанцию на каблуках. Нагрузка колоссальная. То есть, если подошва неподвижная, это в два раза сложнее. Конечно, тут надо очень грамотно подобрать каблуки. Далеко вперед от своих соперниц ушли 6 участниц. Самые лучшие дистанцию преодолели меньше, чем за 7 секунд. Чемпионки забега признаются, что победить помогли тренировки и удобная одежда. Иногда немножко бегаю. На шпильках? Ну, не на шпильках, конечно. Служим просто для себя, для здоровья. А сейчас решила просто участвовать. А где наши гости, кстати? А как только ты уйдешь, наконец-то с этой сценой? Не знаю, мне просто в шортах удобней. Без золушек на этих соревнованиях тоже не обошлось. Одна из участниц туфельку потеряла на полпути к финишу. Страдала не только обувь, но и сами бегунья. Некоторые падали на колени, правда, за помощью к медикам никто не обратился. Даже с ссадинами и синяками они эффектно позировали на камеру. Кому-то призы вручали за скорость, а некоторые поразили судьи длинными каблуками. Абсолютный рекорд – 14 сантиметров. Все отлично, все хорошо прошло, я очень рада. Дмитрий Витяев, голос национального веса. 14 сантиметров. Молодой, не женатый. Да, удобно. А бегать? А бегать? Ну, как сказать, в кроссовках удобнее, конечно. Без подарков не остался никто. А самые лучшие и выносливые участницы вручили телевизор. Мы от всего нашего коллектива, компании «Чебоксар и Ладо», хотим выразить благодарность организаторам данного конкурса. Мы очень рады, что нам все-таки удалась такая счастливая возможность принять участие и выступить в качестве генеральных партнеров. Хотим, конечно же, пожелать победы всем участницам данного проекта и, соответственно, хорошего настроения. Дмитрий Говалев, Александр Петров и Андрей Шоклев. Республика. А полный видеоотчет «Забега на шпильках» мы покажем в эфире нашего канала 25 августа, 18 часов 30 минут. Не пропустите.